Добрый день! Начинаем вебинар, посвященный работе в личном кабинете контролирующего органа. Перед вами сейчас стартовая страница личного контролирующего органа, на которой производится авторизация в личном кабинете. Напоминаю, что для работы в ЛККО необходимо, чтобы организация контролирующего органа была зарегистрирована в ЕСИО, а сотрудники, которые планируют работать с личным кабинетом, были включены в эту учетную запись как сотрудники данной организации. Входим в систему. Для этого используется кнопка «Найти через ЕСИО». Выводится экран авторизации сайта госуслуги, на который необходимо ввести логин и пароль. Логином может быть адрес электронной почты, номер телефона или СНИЛС физического лица. Авторизация проведена успешно, и мы оказались в личном кабинете контролирующего органа. Пройдемся по основным разделам личного кабинета. Застройщики. Это каталог застройщиков, которые ведут деятельность в зоне ответственности контролирующего органа. Объекты недвижимости. Это объекты, включенные в декларации, размещенные в ЕСИОС. Документы. Раздел, в котором сотрудники контролирующего органа вносят и сведения по застройщикам ЕСИОС. Раздел «Профиль контролирующего органа». И подсказка. Начнем с раздела «Профиль». Выбираем данные организации. Открывается карточка контролирующего органа. Поля карточки недоступны для изменения, потому что информация о контролирующем органе вносится один раз. И при необходимости изменяется путем обращения на техническую поддержку. Переключаемся на закладку «Уполномоченные лица». В данном разделе необходимо внести информацию о пополномоченных сотрудниках контролирующего органа, работающих в системе ЕСИОС. Обращаю внимание, что информация используется исключительно для раскрытия на портале ЕСИОС и никак не связана с предоставлением доступа к системе. Для предоставления доступа необходимо, чтобы сотрудники были включены ЕСИОС. Можно добавить новое «Уполномоченное лицо». ввести фамилию, имя, отчество. Я заполню все поля. Сохраняю информацию. Можно удалить ранее введенные записи. В этом случае информация сохраняется автоматически. Таким образом пополняется список, который контролирующий орган должен всегда вести в актуальном состоянии. Переходим в раздел «Застройщики». В данном разделе выводится каталог застройщиков, которые ведут строительство в зоне ответственности контролирующего органа. Каталог застройщиков и объектов наполняется по мере размещения сведений проектной декларации ЕСИОС. То есть, если застройщик создал проектную декларацию, в которой адрес объекта относится к региону, субъекту РФ или муниципальному округу, в котором зарегистрирован контролирующий орган, то данный застройщик и объекты будут добавлены в соответствующие каталоги в ЛККО. В данном случае застройщик тестовый. Используется для демонстрации. Поэтому он в данном случае один. Открываем карточку застройщика. В карточке застройщика выводятся реквизиты, организационно-правовая форма, ННКБП АГРН, номинование и адрес. Выводится список проектной деклараций, которые застройщик разместил в личном кабинете, объектов недвижимости, созданных по этой проектной декларации, и документов, введенных контролирующим органам по данному застройщику. На закладке проектной декларации выводится список деклараций, которые созданы данным застройщиком или измещены в ЕСЖС. Каждую декларацию можно открыть на просмотр. Декларация создана в форме электронной декларации, реализована в соответствии с утвержденным приказом Минстрой, содержит все разделы и все поля в соответствии с этими приказами. Декларация заполняется застройщиком в личном кабинете застройщика и размещается в ЕСЖС. После чего, если адрес объекта в данной декларации относится к зоне ответственности КО, они будут доступны в данном каталоге. Декларацию можно распечатать, сохранить PDF для последующего сохранения на локальном месте. Список проектной декларации можно сортировать по названию, по дате размещения или по статусу, а также отфильтровать только те декларации или те даты, которые интересуют. В объектах недвижимости выводятся объекты, созданные по проектным декларациям застройщика. Коммерческие обозначения объектов выводятся в виде облака тегов, и можно выбрать один из этих объектов для того, чтобы посмотреть, какие объекты соответствуют данным коммерческим обозначениям. Все названия данной списки в настоящий момент тестовые и могут и не должны совпадать с реальными названиями. Выбираем один из объектов. При выборе объекта выводится карточка объекта, где выводится основная информация по объекту, плановый срок вводную эксплуатацию и статус. Также, если застройщик разместил в ESGF фотографии, они также будут выведены в данном списке. Для каждого объекта выводится проектная декларация, по которой он был размещен. Можно открыть декларацию на просмотр. Возвращаемся в каталог объектов. В разделе «Документы» выводятся документы, которые сотрудники контролирующего органа создали в отношении этих застройщиков. Я расскажу о функциональности документов немного позже. Возвращаемся в каталог застройщиков. Теперь перейдем в каталог объектов недвижимости. Это фактически такой же каталог, который выводится в карточке застройщика, но в данном случае выводятся все объекты без фильтрации. В данном списке можно отфильтровать список объектов, выбор конкретного застройщика, который интересует, декларацию, по которой он разместил данный объект, или статус объекта в строительстве или сдан. Поскольку объектов может быть много, список организован постранично. То есть выводится ограниченное количество объектов на каждой странице, и есть возможность переключиться на следующую страницу для просмотра продолжения списка. Переходим в раздел «Документы». В данном разделе, и таком же разделе, который выводится в карточке застройщика, сотрудники контролирующего органа размещают сведения в отношении застройщиков. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать вид документа из меню. В настоящий момент размещаются три вида документов. Это проверки деятельности застройщика, предписание об устранении нарушений по результатам проверок и вступившие в силу протоколы административных правонарушений. Начнем с проверок деятельности. Для размещения документа выбираем данный пункт из меню. Выбираем застройщик, в отношении которого вносится информация. Вводим номер документа и его дату. В случае, если были нарушения в июле на входе проверок, указывается, что нарушения присутствуют. В противном случае отсутствуют. Обязательным является прикрепление скан-копии документа к данному документу. Прикрепляем документ и загружаем данные в систему. Был создан черновик документа, который можно менять или удалить. После завершения операции с данным документом его необходимо разместить в ЕСЖС. Документ размещен. Аналогичным образом дополняются и другие документы. Выбирается застройщик. Вводится номер. Дата. Вид строительства, в отношении которого выносилось предписание. И прикрепляется файл в скан-копии предписания. После завершения работы с черновиком его необходимо также разместить в ЕСЖС. Добавление документов о правонарушении проводится абсолютно аналогично. В списке документов возможна сортировка по типу, по застройщику, по дате добавления или по статусу. И фильтрация списка по одному из этих параметров. Выбираем тип проверка деятельности, применяем фильтр и список ограничивается в соответствии с выбранным типом документов. Помимо этих разделов в личном кабинете есть раздел «Помощь». В нем выводится информация о контактном телефоне поддержки, о службе поддержки, выводится ссылка на руководство пользователя, контролирующего органа и список часто задаваемых вопросов. Этот список постоянно пополняется по вопросам и по результатам в проводимых вебинарах. Это вся информация о личном кабине вказающего органа. Вебинар заканчивается. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...